И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейшую игрушку под названием Tower Conquest, и в предыдущей серии, ребята, мы с вами встретимся в том, что мы создавали мою самую любимую армию, самую мощную, по моему мнению, армию, и довольно неплохо у нас получилось, по крайней мере, в предыдущей серии я победил всех, на кого нападал, и если вам интересно, как это выглядело, то в предыдущей серии рекомендую посмотреть. А сегодня, ребята, знаете, что мы попробуем? Мне понравилась идея, которую мне написали в комментариях, это были там всякие отряды из танков, из лучников, это всё я попробую, это тоже интересно звучит, но больше всего мне понравилась идея, чисто, знаете, из отряда, чисто из камикадзе таких, которые будут, типа, эти улитки взрывающиеся, зомби взрывающиеся, кто там ещё он взрывающийся, в общем, все-все-все у нас будут здесь взрываться, кроме, наверное, одного юнита, потому что, насколько я помню, четырёх взрывающихся юнитов у нас нету, если я не подзабыл, поэтому сейчас посмотрим, в общем, надеюсь, что есть, поэтому сейчас попробуем создать такой отряд, мне кажется, будет дико интересно, вот, правда, только с базой не знаю, какую бы базу выбрать, база пришельцев крутая, но я её, наверное, не буду брать для камикадзе, мне кажется, база нежити лучше всего подойдёт, так как у него есть скилл, который станет какое-то время, я могу это время как-то использовать, мне кажется, поэтому возьму, наверное, базу нежити самой первой, потом возьмём улитку, понятное дело, она самая офигенная, тем, что она дешёвая и очень большой урон вносит. Следующий у нас камикадзе, это зомбик получается, да, здесь больше никаких, больше камикадзе нету, да, нету, поэтому не берём больше никого из этого ряда. Здесь у нас вот этот товарищ с ракетой, мне он дико не нравится, но он камикадзе, потому что, когда он выстреливает ракетой, он тут же как бы себя уничтожает, поэтому к этому разряду он, по идее, относится. И также у нас, получается, больше нету никаких юнитов, в плане камикадзе ещё одного нам не хватает, и здесь стоит выбор в том, что мне стоит взять либо какого-нибудь танка, либо одноразового какого-нибудь юнита, например, там, УФОшку или вот это вот ракетами, которые закидывает, но мне кажется, что это немножко не то, надо именно, чтобы как-то врезалось во что-то и уничтожалось, но такого у меня больше нету, поэтому я думаю, что, чтобы там нормально идти дальше, возьмём какого-нибудь дешёвого танка, который почти не наносит урон. Например, вот эту вот железяку нашу щитом, у неё урона почти нету, она как бы не повлияет на ход битвы, она только остановит юнитов, которые могут сразу на мою базу напасть до того, как я там успею что-то накопить. Этими чуваками базу сломать почти нереально вражескую, поэтому они здесь особо как бы не решают. Я бы как бы начал бой чисто из четырёх чуваков, чисто одни камикадзе, но здесь нельзя, надо собрать полностью отряд, чтобы нападать, насколько я знаю, просто я до этого пробовал, вроде не получалось. И давайте, да, прокачаем всех оставшихся наших ребят, с первым делом пойдёт у нас вот этот робот, потому что он у меня самый непрокаченный, урон у него никакой, как вы знаете, на том, на 10 уровне, а сейчас надеюсь, что будет уже получше. Так, робота, да, прокачиваем, давайте всех прокачаем до максимума, чтобы это прямо стопроцентный, прямо чистый отряд камикадзе был. Так, о, зомби-ка надо ещё прокачать, надеюсь, мне хватит денежек, я специально добил себе 19 уровень, чтобы получить побольше монеточек. Так, ну да, всех получится прокачать, вроде бы, кроме ракетного мисслбота, но я не думаю, что есть смысл прокачивать его там до самого максимального левела, он и так себя может показать. И тем временем, ребята, если вам нравятся ролики по Тавер Конквесту, не забывайте ставить лайки, больше лайков, больше роликов будет выходить и дальше. А если наберётся больше, чем 3000 лайков, то следующая серия выходит уже завтра, поэтому, луисы, не жалейте, это очень важно, это показывает, что вы всё ещё так же сильно любите Тавер Конквест, и по нему можно продолжать снимать ролики. Так, ну что, пойдём в бой, посмотрим, как себя этот отряд покажет, мне очень интересно, какой же он будет, прям, ммм, хочу-хочу-хочу посмотреть. Ну, звучит пока что интересно, отряд Камикадзе, они, знаете, они очень мощные, их, ну, они, конечно, никого не вытанковывают, но урон, конечно, бешеный будет, скорее всего, когда мы запульнём весь этот отряд. А вот здесь интересная тема, улитка, он перепрыгнет её? Да, он перепрыгнет улитку, понятно, ну вот для этого мне нужен был щит, чтобы, видите, он урона почти никого не носит, но Камикадзе я могу задействовать, так как есть вот всякие вот такого рода засранцы. Так, ну-ка, давайте попробуем этого товарища, всё больно интересно, как он будет атаковать. О, хотя бы стал атаковать того, кого надо, а не вот этого вот. Так, ну-ка, давай-давай, бам! Ну, слушайте, убил, да, неплохо. На прокачке более максимальный, он показывает, что он какой-то вообще чувак, и он что-то может. Так, стоп, его не убило одним взрывом? Я думал, что у Вервульфа не так много хп, видимо, реально дофига. Так, ну здесь, по идее, решающая карта, это банка, если мы используем банку, то нас никто уже не тронет, ничего никто не сможет поделать против нас, если мы используем банку. Но пока чисто из интереса попробуем без банки, и вот эту способность используем, потому что... Давай, бабахни его, блин, базу атаковал, да? Ааа, фак. Ну и ладно, это чисто тестовый отряд, я потом перепройти могу, так что ничего страшного, по идее. Не получилось-таки получилось, но мы нашу козырную карту выкатываем, потому что без неё будет очень долго, а мне хочется, чтобы было всё как-то более экшонного. Так, ух ты! Серьёзно, как он вовремя его бафнул? Ну ладно, хоть взорвал... Стоп, а кто бафнул вообще его? Стоп, этот зомбик может бафнуть своих, что ли? Откуда у него был баф на ускорение, я чё-то не понял, я даже не знаю. Видимо, вот этот товарищ может как-то бафнуть своих, или у... Ааа, наверное, у Бортни есть шансовый скилл, что он станет настолько мощнее. Типа, у него появится бонус в скорости и всё такое. Ну да, неплохо, интересно. Вербульфа второго левела у меня пока нету, но думаю, скоро появится. И вот она наша финалочка, самая мощная банка консервная во всей игре, которая разматывает всех и вся. Так, можно этого ещё доапгрейдить. И слушайте, мне так-то нравится наш отряд. С учётом того, что мы уже на почти последнем уровне сражались, мы довольно добротно держались. Если бы не перепрыгающий через нас юнит, я бы прям идеально всё делал. Но вот когда он перепрыгивает через нас, это портит всю механику, всю стратегию мою, скажем так. Нужны юниты, которые не будут через моих перемахивать, а то получается не очень круто из-за этого. Так, ну пока что ману купим. Побольше маны, побольше маны. Чем больше маны, тем больше камикадзе в секунду я себе могу позволить. Так, единственное, мне вот этот зомби бешеный бесит, тем что он очень-очень быстро бегает. Это прям реально, ты такой думаешь, блин, сейчас всё будет... А потом он такой, уже у тебя там находится где-то поблизости и начинает тебя раздражать. Так, всё, 500 маны. Меня 500 маны вполне себе устроят. И у нас есть ещё одна улиточка. Но против улиток у них шансов нету, они слишком дерзкие. Против меня идёт другой камикадзе. Быстрее! Так, камикадзе на камикадзе. Интересный бой. Так, как это вообще будет? Блин, ну это весело выглядело. Так, а если он примороженный, надеюсь, он не перепрыгнет. Эй, what the fuck? Ты же примороженный, это читерство. Чистые воды читерство. Так нечестно. Стоп, а чем меня убило мою улитку? Он вышел под удар, что ли? О, вот теперь пошёл их главный-главный-главный-главнярь, наверное, какой-то. Ладно, он, кстати, второй эволюции, походу, потому что первая версия этого монстра так не выглядела. Так, давайте ещё этого, ещё этого, ещё вот этих. И офигеть, конечно, урон у этого товарища. Но его почти размотали сразу. Так, он ещё в кислоте стоял. Ну нет, слушайте, с боссами мы справляемся идеально, я бы даже сказал. Размотали его, как нифиг делать, при том, что это босс высокого уровня мощности. Это не, типа, не босс такой, знаете, какой-то слабачок, чёрт побери. А это реально босс, который может показать, что он очень суровый парень. Он потому что после убийства наших юнитов может превратить их в зомби, и зомби будут реально дофигища. И считайте, что всё будет реально не круто. А, блин! Погиб мой ракетоносчик. Ах. Ну, в целом я доволен. Мне нравится этот отряд, не знаю, как вам. А предлагайте в комментариях, кстати, свои отряды, какой бы вам хотелось увидеть. Потому что здесь реально можно придумать просто бешенейшие варианты всяких отрядов. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, что вы можете придумать, что там интересненького такого, на что стоит посмотреть. Так, ракету запустили, но в то же время в том же самом месте взорвался толстячок мой. Эх, это было не так круто. Ну, а какая разница? Я просто хочу вот сейчас попробовать, ну, максимально попытаться того, что дойти до такого результата, что я не буду использовать банку на самом последнем уровне. Да, я не успею по времени. Да, мою базу повредили. Но мне просто интересно, получится у меня это или нет. Любопытство, знаете, такое прямо у меня. Так, бам. Блин, ну вот волк вот всю-всю-всю технику, всю механику портит именно один вот этот гадкий-гадкий волк. Он все портит. Реально. Если бы его не было, я бы себя чувствовал просто идеально в этой карте. Против всех врагов, наверное, буду идеален. Хотя, может, я перегибаю палку, но мне кажется, что я должен со всеми справляться, если они не будут перепрыгивать через меня или как-то устранять меня на огромной дистанции. Потому что, ну, скорости у меня хватает, атаки, все такое. Жалко вот этот... Он атакует вообще базу или он только юнитов атакует? Это всегда было интересно. Ну, пожалуйста, не надо! Блин, он успел выстрелить. Вот этот чувак с ракетой, конечно, как бы вроде крутой, но в то же время... Его очень странно. Как его надо использовать тогда, получается, чтобы он с другими камикадзе не законфликтовал? У него в основном конфликт разных других камикадзе происходит, и это не круто. Из-за этого мне он не сильно нравится. Еще я вздумался, если долго-долго сражаться на одной карте, насколько же я много могу выформить себе этих... Как его? Карточек новых юнитов, вот. Прям интересно. Если я долго-долго-долго буду сражаться, то как это вообще будет? Так, ну, все, бой закончился на камикадзе. Я получил еще и карточку базы. Шикарно! Все, получаем сундуки андедов. И в целом отряд зашел. Мне нравится, как получилось. Понятное дело, что тут очень тяжело умудриться успеть по времени, успеть по здоровью. Это надо реально запотеть, но это возможно. Это реально можно победить врага. Тем более, что мы за секунду почти разложили вражеского героя, который очень мощный. Со второй эволюцией тем более. Так, здесь БФГшка, но БФГшка не страшна. Щитовика тоже, мы думаю, снесем. Сейчас глянем, конечно, может я ошибаюсь, но... Мне радует, что здесь уже нет перепрыгивающих через меня юнитов, поэтому как бы должно бы уже все получше быть. И самый главный плюс в таких картах, мне надо, чтобы как можно ближе находился я к противнику. Это вот прямо идеально, знаете, тогда получается. Так, БАМ! И вот этого, давай быстрее! Бом, дотянулся, шикардос. Так, а вот этого убьет, интересно, с одной или нет? Нет, это очень жирно. Его так убить вообще непросто. Это только вот этот может убить, потому что у него самый огромный урон. Так. Оу, осталось водички немножко. Шикарно. Ну, это кислоты водички, блин. Водичка, здоровая водичка. Для здоровья водичка. Оу, я у него щит отнял. Хе-хей! Так, ладно, все, надо уже своих щитовиков кидать, а то как-то не круто получается. Без своих щитов. Но зато он тут же теряет своих БФГшек. Он такой думает, да сейчас я его своей БФГшкой урою. Я тут ему такое показываю, что... Нет, чувак, ты ошибаешься. Так. Хотя было бы забавно эту стату... В стату какого-нибудь Медика добавить. Я что-то подумал, что... Это то еще безумие, наверное, было бы. Ну, то есть тогда бы... Знаете, надо было действительно карту Медика добавить для этого. Для баланса. В плане того, что... Я бы смог тогда... Не играть этой картой вообще. И у меня был бы чистый отряд Камикадзе, например. Да, можно было так попробовать. Но что-то я... Только сейчас об этом подумал. Ну, не суть важна, я думаю. Так. Ну все, Камикадзе, Камикадзе на Камикадзе с Камикадзе. И под щитами. Все заправлено щитами. Ну, без щитов я, наверное... Вот если бы не было щитов, то я бы, скорее всего, проиграл. У меня такое чувство. Потому что... Ну, блин, я не знаю. Нужен какой-то танк по-любому. Если одни Камикадзе, которые с фаншота все умирают, то мне скорее уже под конец базу размотают. У меня такое ощущение. Так, давай взрывайся скорее. И... Бам-бам-бам. Все. Всех повзрывали. Шикарно. Не, я прусь чисто с этого отряда. В плане вот самой этой механики. Как мы поступаем, как мы сражаемся, как мы что придумываем. Мне это дико доставляет. Такое, знаете, прям забавно-забавно получается. Да. Ну что, давайте попробуем еще на Аренке нас затестить. На Аренке, конечно, будет гораздо труднее, потому что там противники будут использовать скиллы, но... Можно попробовать. Против Филиппа какого-то играем. Филипп. Филипп. Такс. Ух, вот здесь у меня чувство, что я могу проиграть. Ну, тут хотя бы мне без разницы атакуют мою базу или не атакуют. Типа, тут не на это играется. Так, первый пошел у него самурай. Против самурая можно выкинуть толстячка. Давай, попробуй его убить. Бам! Ух ты, нифига себе хп. Это у него много, скажу я вам. Оказывается. Ух ты, у него реально очень жирный набор из юнитов. Против таких будет драться очень тяжело. Так. Давайте пока щитом поставим чувака. Подождем, когда они подберутся поближе. О, он еще скилл заюзал. Шикарно. То, что мне и надо было. Так, сейчас здесь этот взорвется. Еще вот этого. Еще щитовика. И еще втянуть его в свою базу. И еще что-нибудь придумать. Не знаю, что еще можно. Господи, он уже с Л2 находит. Ёперный театр. Но я здесь... Кстати, отряд-то и реально имба, если мы используем консервную банку. Я просто... Вот сейчас я говорю про отряд, не используя своего самого главного босса. Если у меня есть, конечно, мой босс, так... Никаких проблем нету, я всех уничтожу. Кстати, серьезно? Я переводил в свою сторону Л2, но он еще на них скилл использовал. Ха-ха-ха. Нормально так. Такой тигр у него есть, оказывается. Я что-то как-то даже не обратил внимания. Там у них в клетке сидит свой же юнит. Вот это, блин, смешно. Ха-ха-ха. Блин. Кадр. Он реально там все еще сидит, а выйти не может. Эту клетку вроде надо сломать, чтобы оттуда выйти. Но так как она своя, он ее не может сломать. Его просто как бы навсегда заточили посмертно. Ха-ха. Это интересная тема. Надо бы... Блин, надо вот себе реально... Следующий отряд бы я хотел организовать из чуваков, которые будут прямо всех захватывать. Вот это будет интересное зрелище, мне кажется. Но чуваков, которые захватывают в этой игре не так уж много, всего один. Поэтому... Ну, пока что я только знаю об одном. Поэтому я даже не знаю. Я бы такой отряд очень хотел сделать, но боюсь, что он невозможен. Так, ну-ка, давайте мы используем вот такую эстроту. Подержим их на месте и завзрываем к чертям. Мне нравится, как Олдван раскладывается просто. Я вот считаю, что карту чуть ли не убиваемой у себя. Но когда она у противника, она чуть ли не сразу раскладывается. Это так смешно по мне. Так, ну что, ладно. Если это будет очень долго длиться, так как... Ну, блин, сами видите, что он творит. У него очень жирные юниты. Я как бы смогу победить и так, но будет очень долго. Поэтому пошла консервная банка в бой. Развлекать наших гостей. И танковать, видимо, все, что возможно в этой игре. А кто щит навешивает? А, паладин точно уже щит умеет вешать. Так. И, пожалуй, я так использую. Да-да-да, откатитесь чуть-чуть подальше. Вот, кстати, с консервной банкой это довольно читерская тема. А ты такой... О, вот клетка это да. Клетку очень хитро использовать. Клетку... Про клетку я не подумал. Хотя звук там почему-то проигрывается все еще анимацией. Типа, будто он сейчас рванет. Ну, клетка реально контрит, считайте. Нашу... Всю систему. Он так просто... Мне так просто сейчас атаковать его не получится. Клетку разломать наш... Бот не может. Эту клетку надо ломать. А чтобы сломать, надо, ну, какое-нибудь заклинание использовать. Полагаю. Это, типа, вот так хотя бы. И клетка в итоге рухнет, я думаю. Ну, надеюсь, что она рухнет. Ядрен батон, как же все жестоко-то. Он накопил армию против меня огромное. А я щиты не использую, потому что, ну, не знаю. Эй, а че мой робот стоит, но ничего не делает? Он... С него даже эти пропали уже. Так, быстрей. Оп! Переманил всех. Эй, на некоторых резист работал. Так, ну ладно. В моем теперь подчинении есть мощные ребята. Ай, мою базу теперь бьют из-за того, что у меня чувак отошел. Блин, ну мой бот меня подвел. Я такой думаю, сейчас я использую своего бота. Он как бы взорвется там. Все будет красиво. В итоге мою базу... Мою базу можно в клетку запереть? Интересный. Интересный случай. Так, ну, слушайте. Это прям че-то... Че-то как-то офигеть. Я даже удивлен, что меня тут как-то побеждают еще. Так, это был зря, конечно, потому что меня размотают сейчас. И ревайв он как до меня достал. Вау. Ну, слушайте, вот это... У него это получилось только по той причине, что... Я не ожидал, что моего робота могут запереть. Если б я знал, я бы такой, типа, так, не пошел. Знаете, он сейчас моего робота заперет. Я такой... Я бы лучше подождал, когда он скиллом стрельнет просто так. А потом уже отправил свою банку. Ну, че-то как-то вот так получилось. Но, в любом случае, прикольно. Мне понравился отряд. Надеюсь, что понравился и вам. Отряд самоубийц действительно какой-то так-то получился. Ладно. В общем, лойсы, не забывайте. Будет вам больше серий по Tower Conquest. Попробуем другие комбинации, которые мне напишите в комментариях. И также... Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем всего хорошего, приятного, вкусного, наверное. Пока.